Здравствуйте! Я сегодня хочу поговорить об удушении, потому что часто распространенный на улице этот прием. Да, сильный. И вот одно из самых таких, наверное, красочных. Но это на самом деле движение моего оппонента, моего соперника. Оно очень сильное, ну назовем так, беспонтово, потому что так вы не удушите. Вы удушите, если вас привяжут или там вас как-то обездвижут, то из этого положения меня может соперник удушить. Потому что здесь у меня руки открыты, у него обе руки заняты. Здесь ударная техника, колено, все что угодно. В глаза, причем в глаза бьют, не так, не два пальца там, не так бьют. В глаза бьют, запускают ладонь, запускают ладонь. И здесь на переносице пальцы сами расходятся. То есть сами расходятся, ой, извини. То есть здесь запускается ладонь вверх. Потом, самый первый уход от удушения, самый первый уход от удушения, это не давать, чтобы к вам, вашего горла кто-то дотрагивался. Опускать подбородок, поднять плечи. Ну здесь я даже не буду показывать, потому что оно уж настолько неправдоподобное, это удушение. Пожалуйста, в дзюдо это запрещенный прием, когда уходите от захвата. Здесь вас прихватили, за это могут дзюдо наказать, потому что вы уходите от борьбы. То есть здесь у человека, я пригрузил руку, у человека в неудобном положении оказаться, мой душитель. Удар коленом, выход. И самое главное, то что не поддавайтесь шоку, не нужно стоять и как-то там кричать или бояться. Постоянно двигайтесь из этого положения, из переднего положения, он вас не задушит. Хоть за яблочко, хоть физически сильные руки. Самое главное двигаться. Подняли подбородок и ушли, провалили его. Здесь самая первая оборона, это не стоять на месте. Идет тут же, и тут же ушли. Намного сложнее, намного опаснее, когда соперник в машине или в лифте запустил руку вниз. То же самое первое, когда он запускает руку вниз, самое первое. Постарайтесь подбородок опустить, чтобы он не додрагивался до горла. Подбородок опустить вниз. Есть такая неправильная теория, то что... Есть неправильная теория, то что если начинает раздушить, подбородок разворачивать к локтевому суставу. Неправильно. Потому что как только вы развернули к локтевому суставу, это такой треугольник получается. Вторую ручку он накидывает. То есть получается, вот здесь очень плотное удушение. Неправильно. Всегда надо стремиться к разжатию. Всегда нужно стремиться к разжатию кулака. И второе. Такое положение. То есть первое, то что мы опустили подбородок вниз, подбородок вниз как бы не даем, да? И второе следим за второй его рукой. Одну руку он меня не удушит. Постоянно слежу за второй рукой. То есть боремся. То есть, да, то, чтобы он не накинул. Накинул, попробуй душе. И вообще в стойке, вот в этой стойке, удушить мне очень тяжело. Если он меня прихватил отсюда и пытается как-то там тащить назад со второй рукой, я падаю. Падаю. То есть ни в коем случае не дать. Он не будет, ты не старайся упасть. Ты то есть тащишь меня. Душишь меня? Душишь меня? Один из самых таких распространенных приемов. Второе, то что следим за второй рукой. Вторую руку не даем закинуть. Одну руку он меня не задушит. И в стойке здесь у меня очень много моментов, когда можно от него избавиться. Уйти в сторону, прихватить за ногу. То есть в стойке он меня не задушит. В идеале, если он меня переведет вниз в партер. Переведи, ну то есть так, переведи. У души переведи. Да, и накинет ноги. Здесь то же самое, не все еще потеряно. Следить за второй рукой. За второй рукой, то чтобы он не закрыл капкан. А то обе, ну обе ноги. То есть да, то есть постоянно. И стараемся как выйти из этого положения. Но оно уже посложнее, конечно, для борцов. То, чтобы моя спина оказалась на ковре или на земле. То есть я ухожу и разворачиваюсь к нему. На, попробуй. Очень физически сильный мой соперник. Попробуй. Я сейчас попробую, уйду от удушения. Сначала начинается, да, от борцов. От борцов начинается, вот называется это, положение ремень безопасности. Накинул и попробуй, душе. Оп, получилось. Смотрите. Еще раз, давай так. Вторую руку слежу. Нет, нет, до конца. Ну все развернулся. Да, можем еще раз. То есть я не даю это положение сзади, когда соперник на меня накинул крючки. И когда накинул руку, оно считается как бы выигрышное. Бэк-маунт называется. И практически здесь очень легко удушить. Но вот я могу уходить из этого положения. То есть следить за второй рукой. Душит. Тут же не получается у него. Он меняет руку. То есть, да, но самое главное. Подбородок, плечики. И в сторону разжател. Не в эту сторону убираем руки. А в эту сторону. И вторую руку убираем. Следим за второй рукой. И стараемся лечь на землю. Развернуться. Спина должна лежать на земле. Такие вот простые, на первый взгляд, приемы. Многие спрашивают, куда пойти уже в зрелом возрасте. Не хватает духа. Там или что почувствовать себя мужчиной. Я рекомендую ходить на борьбу. Самбо. Дзюдо, дзюдо, грепплинг. Потому что эти виды спорта, они очень сильно вселяют в вас уверенность. Ну, по крайней мере, во мне я почувствовал свою определенную, ну, силу почувствовал. Я и так был сильный. Но на тренировках по грепплингу, по джиу-джитсу, обладая огромнейшей силой, меня начали разбирать. Причем, мальчишки 70 килограмм, 75 килограмм расшатывают меня. То есть, убирают мою силу. Еще раз я хочу сказать, во всех приемах, самое главное, не лежать статически. Двигаться, 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 двигаться. Если вы будете двигаться, вы постоянно меняете вектора. И вы постоянно рушите силу соперника, рушите мысли соперника. И не сажайте никого за спину, сзади. Потому что сзади у нас нету. Мы не можем никак оказать сопротивление. У нас, как у людей прямоходящих, все вот впереди. Сзади мы ничего не можем сделать. Даже кто там раскачался, не может себе спину почесать ни рукой, ни ногой. Хотя, все это практически мы можем сделать здесь, перед собой. И в таксистом сиденье положите сзади. Потому что очень опасно ездить ночью. Там, помимо того, что вас могут удушить. Вот таким вот приемом, да, запустили здесь через сиденье. Таким вот образом. Если вы не подготовлены, самое первое, да, это опустить, постараться поднять плечики. То есть, многих таксистов душат. Но я не буду раскрывать там все еще, скажем так, методы. Вообще, конечно, если вас захотели удушить, там есть предметы, то сделают это. Так что изначально, стратегически, не сажайте человека за спину. И всегда старайтесь, если у вас какая-то возникла ситуация опасная, всегда стараться стоять перед человеком. Никогда не оборачиваться за спину. Потому что даже в природе, когда оборачиваетесь спиной, это вызывает тут же агрессию. То есть, волки тут же, как только вы повернулись спиной, накидываются. Ну, в зверином мире так. Ну и человеческий преступный мир тоже далеко от этого не ушел. Так что никогда не поворачивайтесь спиной, всегда перед собой. Кому понравилось, ставьте палец вверх. До свидания, подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok